Невыносимая жара, легкоатлеты-юниоры, превозмогая себя, бегут за лучшими результатами. Стать чемпионом страны – цель, к которой спортсмены идут многие годы, так как это не только престижно, но и отличный шанс заявить о себе среди спортивной элиты. 800 легкоатлетов соревновались в разных видах спорта – прыжки в высоту, бег, метание молота, диско, копья, спортивная ходьба. В экономической целесообразности решено было объединить два крупных соревнования – чемпионат Республики Беларусь и Олимпийские дни молодежи. Юноши имеют возможность посмотреть на юниоров, на их уровень подготовки, побороться с ними, увидеть, какую планку нужно поднимать, как готовиться в следующем году. Ну и это итог работы всего года нашей детской и юношеской спортивной школы и училища Олимпийской резервы. Так скажем, самый верхний стаж – наши Олимпийские игры в полном мире. А благодаря этому объединению, получается, у нас, ну, даже вот, скажем, наши судьи говорят, ну, это как европейские игры легкой атлетики. Ранее победа в республиканских соревнованиях была своего рода трамплином, ведь у спортсменов появлялся шанс проявить себя во многих странах мира, начиная с Европы, заканчивая Латинской Америкой. Но сегодня в связи со сложной геополитической обстановкой, белорусские легкоатлеты соревнуются исключительно внутри страны. И, тем не менее, несмотря на санкции, они продолжают улучшать свои результаты. К сожалению, для них это завершающий этап, для спортсменов вот этой группы юниорской и юношки. Это завершающий этап, и это, ну, очень неприятное для них эмоциональное переживание, потому что все, большинство из них выступали в чемпионате Европы среди юношей. Это, как бы, доступный старт, там имели традиции, всегда они были, многие из них медалистами становились, как правило, ну, до пяти медалей завоевывали в каждом юношеском чемпионате. В юниорском чемпионате Европы также они участвовали. Вот в этом году должны были принимать участие в чемпионате мира среди юниоров в Колумбии. Как бы, четыре претендента на медали вот здесь стартовали как раз у нас. Чемпионат мира в Колумбии будет, но нас там не будет. До сих пор так никто и не объяснил. Если спорт вне политики, то почему нашим легкоатлетам, которые выступают на юниорских соревнованиях, хотят обрубить крылья в самом начале спортивного пути? Тем не менее, наши ребята не теряют мотивацию и продолжают упорно трудиться. Мы готовимся, и я уверена, что я буду еще добавлять очень сильно. И запас огромный, колоссальный у меня в перспективе в будущем. Благодаря тренеру, потому что тренер он ведет очень-очень хорошо. И я ему доверяю, я ему верю, поэтому я думаю, все получится. Мотивация, если вот я, если я хочу встать, допустим, в призы, вот, бежать, вот, остается, допустим, 200 метров на 800, у меня мотивация появляется, вот, как-то неудивительно, на последних метрах начинаю бежать мотивацию, постоянно появляется такая, когда тренер что-то подбодрит, друзья поддерживают. Мотивации каждый раз все больше и больше. Нынешние соревнования показывают, что Беларусь сама может проводить чемпионаты европейского уровня. Да и уровень наших легкоатлетов не уступает международным стандартам. Впереди спортсменам предстоит пройти через множество испытаний и только сильно завоюет звание чемпиона не только на спортивной площадке, но и в своем окружении. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БукТВ.